Восток и Запад культурные различия в психотерапевтическом лечении Восток и Запад культурным различиям В Китае, но все равно, здравствуйте, добрый день Я приехал из северного востока, наш город называется Дацин Наш город очень красивый и очень известный Не все, но конечно не так много, как в России, но для нас это достаточно много И соответственно в нашем городе природа очень хорошая И у нас, наш город еще называется город сотни природных озер И у нас еще есть шикарные горячие источники Наш город не только красивый, люди еще гостеприимные и добрые Поэтому возьмите билеты и приезжайте к нам в гости Тема сегодняшнего моего доклада Это разница в культуре и психологическом лечении на Западе и Востоке И надеюсь, что мы вместе с господином Ивановым вместе сделаем такой доклад Что вы сможете, вам понравилось Конечно, я выбрал эту тему, которая очень широкая Соответственно, не могу за короткое время все рассказать Поэтому буду делать доклады вкратце Мы постоянно говорим, что люди из Запада, люди из Востока Но как это понимать? Обычно считается, что те отзяты, которые живут в Китае, в Вене Вьетнамия, Северная Галлея, Южная Галлея, Индия, Вьетнамия Которые имеют коленную обычную культуру Это люди из Востока Или восточные люди И соответственно, считаем, что люди, которые живут в Европе, в Америке И имеющие овощи, коренную культуру Это западные люди Хотя восточные люди Имеют коленную культуру Но все равно в разных странах Азии имеется большая разница по культуру И соответственно, полагаю, что в Европе, в разных странах, тоже существуют определенные разницы То есть в одном стране, в разных странах, в разных странах, в разных странах, есть определенные разницы Но об этом сегодня не будем обсудить Поэтому чтобы упрощать мой доклад Когда я говорю восточная культура, это будет именно китайская То есть возьмем определенное это место А западная эта культура будем возьмем в Великобритании и Америку в качестве примеров Сначала посмотрим разница культура и понятия о ценностях между Востоком и Западом На Востоке люди больше предпочитают группировку и ограничивать свое действие, поведение То есть считают, что сначала нужно есть корректив, а потом это уже идет о личном человеке У нас эта поговорка, если дословно перевести, это только когда на пришле леги будет вода И соответственно у их рукава будет вода То есть люди придают большое внимание на семью, на интересы общества и государства И говорят, что личные интересы необходимо выступать коррективным интересам То есть сделать это ради общих интересов И соответственно если касается личности, то человек должен ограничивать свою жажду Старается сократить свои личные интересы И против эгоизма У нас эгоизм считается это отрицательным значением И подчеркивают моральную подготовку Монарную Вообще по Конфуции так говорят, сначала нужно себя хорошо подготовить А потом сможешь хорошо управлять своей семьей А потом уже сможешь служить в государстве Сделать благо на народа Если поставили на первое место Это повышение личного качества человека И требуется, чтобы люди постоянно в училище там повышали свою квалификацию и знания И соответственно только те люди, которые имеют хорошее качество личности Сможут выполнять сложную задачу Люди должны сначала думать о общих интересах, о общих угрозах, о кризисах А потом это только идет о самом себе И соответственно придают большое значение гармонии И насчет отношения человечества с природой Считается, что нужно хорошо соседаться и объединиться То есть не просто считается, что люди это победило над природой А наоборот, нужно человечество должно жить в гармонии с природой И соответственно между людьми тоже считается, что отношения между людьми самое главное это тоже гармония Это тоже касается семейных отношениях И соответственно свои интересы должны выступать интересом семьи То есть должно быть в обществе есть четкое порядок То есть жена, муж, сын и одесса Определенные правила между разными составами людей И самое главное это нужно уважать, любить своих родителей А на Западе Люди больше предупреждают личное чувство и потребности И подчеркивают справедливости и права И считают, что свои личности это никогда нельзя тому нарушаться чужими людьми И обращают, придают большое значение саму выражению То есть можно выразить разные там выступления И можно сказать в семье более самостоятельно И на Западе больше читают, что дети должны быть самостоятельно растут И нужно там после определенного возраста уже жить самостоятельно На Западе и на Востоке имеется определенная разница в понятии о ценностях Конечно, мы не сможем, какое хорошо, какое плохо У каждого понятия есть свои преимущества и недостатки То есть на Востоке делать то, а на Западе делать то, может быть и по-другому Это, конечно, потому что еще у нас это традиции, обычаи, которые сложились давно И, соответственно, на Востоке люди очень стесняющие На Западе люди более открыты То есть когда выражаются, то есть выражают свое мнение более открыто И независимые Соответственно, разные коридоры, традиции, обычаи Создали разные характеры между восточными людьми Восточными и западными людьми И поэтому, когда у людей появляются какие-то проблемы Их способы лишения будут тоже разные На Востоке, допустим, когда у людей возникает какая-то психологическая проблема Они считают, что потому что они еще не усовершенствовали личное качество свое То есть проблема в себе И считают, что это потому что своя способность в коммуникации с людьми еще не развита Поэтому можно сказать, что форма это соматизация И соответственно, синхрон это такое, появляются те иные боли И чувствуешь себя очень плохо А на Западе, проблемы могут быть отражены в эмоциях и в поведениях Поэтому, когда появляются проблемы для восточных людей Они сначала пытаются сама урегулировать свои эмоции Если это не поможет, то обратиться к своим родственникам, к своим близким друзьям Если там появится некомфортная психология со здоровьем То соответственно обращаются уже к врачам в больнице И соответственно будет проводить психологическое лечение То есть это тоже потому что разные традиции И создали разные способы решения проблемы А на Западе, когда у людей появляются какие-то проблемы Они в основном сразу обращаются уже к врачам или психологам Хотя произведено в Китае, но все равно пока еще не разбираюсь с этим Потому что в Китае много производят А на Западе, как Вы знаете, на нашем городе Они даже нулая, что в России В России, что они не убивали Это и, как вы видите, что в России Недивительно, что вы видите, как вы видите Все эти люди более-менее И как выявили какие-то мужчины А вы видите, что в России А вы видите, что они не будут у77issen И если вы можете усиливать, то что вы можете среди Ибо вы можете усиливать на русский язык Благодарить свои качества На Востоке обычно люди это с помощью как можно хорошо регулировать свое качество, свое характер, то есть связываться с внешней средой, то есть как можно хорошо адаптироваться к внешней природе. На Западе, наверное, по большинству это как-то изменить себя и сделать, поставить уверенность в себе и, соответственно, преодолеть трудности с внешней средой. То есть тут появляются разные ценности, то есть в разных понятиях о ценностях. Может быть эгоизм на Западе считается позитивным или положительным понятием, то что это отличается от восточного понятия. Просто на Востоке эгоизм это очень отрицательное понятие. И посмотрим, в чем разница в принципе лечения. То есть это в принципе лечения, разница. Если мы применяем все средства и способы, которые могут лечить людей. И на Востоке, наверное, больше есть таких способов. Например, есть такое понятие, то есть это природное лечение. То есть это касается, будет, то есть сама, сармана, и это кантония, кантония. То есть это коренная традиция, это не касается медицины, а просто люди верят в какую-то религию и используют такие способы, чтобы лечить людей. То есть если человек верит в существо какого-то Бога, то, соответственно, он ущиривает свою уверенность и лечится. А еще есть другой способ. Это когда люди приходят в храм, там живет какой-то очень старый монах. Считается, что это от Бога, но, конечно, по буддизму это не называется Бога, Будда называется. Там специально выбираешь какой-то специальный этикет из бамбука, там будет указано, что у тебя будет в будущем. И этот монах читает эти мысли, то есть твою будущую жизнь, как будет. И, соответственно, если этот концепция, я не сказал, это фэншуи, то есть люди, специальные такие люди, приходят, смотрят, как твоя комната, твой дом находится, какая там дверь направляется, на какую сторону, там высота, всякие моменты, и определяют, какая у тебя будет карьера в работе, и, соответственно, такое. И, конечно, в современное время это более научный способ лечения занимается основное направление. Но все равно, такие традиционные, такие традиционные способы лечения, как фэншуи, там, выбирая этикеты, еще существует много. Потому, особенно для бизнесменов, они очень верят, и перед свадьбой люди, обещанные уже, там, сходятся в храм или обращаются к каким-то специальным человекам, спрашивают, мы подходят ли друг к другу, то есть, в смысле, жениха и невеста по их датам рождения. А на забытие можно сказать, что это лечение заключается в основном в устранении депрессии и обреакции. И, соответственно, способ и поведение обреакции тоже есть разница между восточным способом и европейским способом, эээ, забавным способом. Допустим, по концепции, понятию Востока, если люди постоянно делают обреакцию, то есть показывают свою эмоцию, это считается, что этот человек еще не вырос. И, соответственно, требуется, чтобы у людей было меньше жажды. А на забытие способом лечения заключается, как я уже сказал, это устранение депрессии и обреакции. Потому что считается, что если есть отрицательная эмоция, если внешне не показывается, со временем это будет сильно удалять человека. И, соответственно, существует разница в технологии и средствах лечения. Допустим, есть разница в коммуникации и способе выражения. То есть на Востоке люди меньше выражают свою эмоцию прямо. И это больше заключается в подпреда сознания и подсознания. И, соответственно, в поле религии то есть свое определенное правило. Но, конечно, на запытие, это большинство, это проводится анализ. И еще существует разница в планете отношения между врачами и пациентами. По традициям на Востоке. Люди больше выражают в авторитетном врачам. Особенно, когда пациенты обращаются к врачам. И очень надеюсь, что этот профессиональный специалист может дать конкретную цель лечения и способ лечения. То есть очень надеюсь на слова врачей. На запытие между врачами и пациентами это более равноправные отношения. Как процент на питание. Например, там есть определенные правила лечения на Востоке и Западе. В нашем случае, во время пациента, много родителей מחуровaway и пациентами, у которых есть решение о том, что это не противопоказание. Например, врачи обращаются с обстоятельствами. Западный способ лечения, который в Китае проводится, третья идея, родители будут прямо спрашивать, а после этого лечения конкретно какой результат будет? В частности, в действительности в traitность, то есть в условиях лечения, также в университете китайского обороны, общество, экономика, религия и историю. И соответственно, между Востоком и Западом существует разница в способе лечения и применения лекарств. Хотя на Востоке, в России, очень обращают пациентов внимание на свое сознание собственное. Но в практике пациенты больше предпочитают применение лекарства. То есть больше набирают в лекарства. Поэтому в связи с историческим проблемам, люди, когда появляются какие-то заболевания, больше предпочитают применять какое-нибудь лекарство для лечения. Конечно, с другой стороны, это мешает развитию психоделобии в определенной степени. А на Западе таких случаев мало очень. Может быть, когда я эту картинку сразу показал, все стали колоннами. Но могу сказать, что в принципе, способы лечения у нас одинаковые. Это как восточная кухня и европейская кухня. Потому что цели-то одинаковые. Допустим, блюда, это восточная кухня или западная кухня, это для того, чтобы люди поел и стал не колонным. Но в условиях겠죠 glass of and from other contagiouss, с которым лечения уникал не был похож на поколонный способ. Единственное, что для достижения одинаковой цели мы применяем разные материалы, возможно, и разные способ. И, соответственно, психотерапия тоже подобна нашим кухням. Основная цель обоих способов это устранение боли или устранение заболевания. Просто разница все-таки заключается в выборе средств, материалов и способов лечения. Вот это, в общем, это моя точка зрения. Спасибо за внимание. Искренне приглашаю всех приехать в наш город посмотреть, если будет возможность. И здесь я хочу поблагодарить своего помощника. Господин Джо говорит, что я, конечно, не специалист, если что-то неправильно сказал, надеюсь на ваше понимание. И он говорит, что первый раз, как я касаюсь этой темы, лично считаю, что уже неплохо. Еще раз спасибо за ваше внимание, за терапию. Спасибо. Благодарим за такой интересный доклад. Если же есть вопросы, то пожалуйста. Мы давно изучаем лао-цзы, кон-фу-цзы. У меня лично цитатник Мао-цзы-дуна. Изучаете ли вы Павлова, Бехтерева, Ковпака, Мисищева. Это имя и фамилия специалистов, да? Совершенно верно. Это наше самое лучшее. Это все наши русские, советские, российские. Вы, в России, в России, в России, в России. В России. В России. В России. Как вы правильно отметили, что у нас в Китае в основном это конфуция, лао-цзы и буддизм. Конечно, да, Путинам это тоже очень важно. И все это правители, все там были династия, правительство, государство, это больше предупреждает применение конфосы. То есть концепция конфосы. Можно сказать, что в последние 2000-3000 лет концепция и понятие конфосы сильно влияют на людей. То есть у их карьеры, у их поведения. Это основная концепция наша. Лауззы и буддизм, это больше предупреждает, что это самоуправление или отсутствие управления. То есть единственное способ, само собой, такой способ. Ну, конечно, я имею в виду это в области психотерапии. Допустим, у какого-то человека появляется какая-то неудача в карьере или неудача в бизнесе. Они будут читать лауззы. То есть лауззы предлагают людям, чтобы приняли то, что случилось. То, что существует. По буддизму, это немножко по-другому. То есть Будда специально сделала тебе неудачу. В этот раз, это для того, чтобы ты получил большую удачу в следующий раз. Могу сказать, что три вида культуры, концепции, это для того, чтобы держать общество в балансе. Конечно, сейчас в Китае еще там распространяется много концепций, понятия из западных стран. Можно сказать, что там понятия и способа поплова больше катиться на лечение пациентов на востоке. Потому что это не будет доказаться индивидуальности. Это будет больше катиться на специфику в Китае. В Китае. Довольно. Мы ответим. Спасибо. 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 Благодарим вас за такой развернутый доклад и за замечательные ответы на вопросы. Спасибо.